Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Цыкин Михаил Дмитриевич Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 19 июля 2006 года Часть третья В боях за Венгрию Гитлеровцы побросали все силы, чтобы уничтожить советские войска, форсировавшие Дунай. Более двух недель длились ожесточенные бои за Батинский плацдарм. В небе вспыхивали воздушные бои. Наши войска продолжали расширять плацдарм, медленно продвигались на запад вдоль реки Дунай, ближе к Будапешту. 2 декабря полк перебазировали на венгерский аэродром Мадочу. Началась битва за освобождение Венгрии. Мадочу недалеко от аэродрома. Само село на возвышении, а наш аэродром в низине, а потому сырой и ненадежный. Скоморохов привел свою эскадрилью первой, затем пришла наша вторая во главе с Кравцовым. Замыкающим привел своих орлов Якубовский. Быстро рассредоточили самолёту, организовали охрану. «Наступил вечер. Никто из местных жителей нас не встречает. Все сидят под своим домом за закрытыми дверьми. Наутро начали выходить из своих домов мадьяры. Мы относились к местному населению уважительно. Это поняли потом жители. Советский солдат и за рубежом нашей родины вел себя достойно, не терял своего достоинства и чести. А мы, как всегда, с утра и до темноты находимся у своих боевых самолётов. Начали выполнять полёты на боевые задания. Моему звену была поставлена задача прикрыть наши войска в районе озера Болотон. При подходе к району прикрытия с командового пункта передали «Окунь, будьте внимательны». В нашем районе парами ходят мессеры. Вас понял. Ещё раз предупреждаю своих друзей усилить осмотрительность в нашем районе. Веду четвёрку вдоль линии фронта. Просматриваю пространство, замечаю мессеров. Делаю разворот. Пара мессеров идут ниже нас. Предупреждаю ведущего второй пары, Лёшу Дударева, оставаться выше. Вижу пару худых и иду в атаку. Понял. Делаю доворот на 30 градусов с понижением, быстро сближаюсь с МЕ-109. На моё сближение они не реагируют, значит, не видят. Подошёл метров на 100, открываю огонь по ведущему, снаряды ложатся точно. МЕ-10 горит, делает резко рывок вверх и сваливается в штопор. Через считанные секунды врезался в землю. Его напарник мгновенно делает переворот и уходит в западном направлении. С командового пункта подтвердили о сбитом мессере и поблагодарили за хорошее прикрытие. Через несколько дней полк перелетел к новому месту базирования, в Кишкун-Лацхазу, ближе к Будапешту. Этот аэродром настоящий, бетонированный. До чего надоели нам размокшие полевые площадки, на них и мы, и машины вечно грязные, наши обувь и обмандирование сырые, а здесь кругом бетон, чисто и уютно, и нам, и нашим самолетам. В Кишкун-Лацхазе снова мы занялись своим обычным делом. В декабре месяце в придунайских перелесках погода начала резко ухудшаться. Пройдет мокрый снег, а на второй день туман, ограниченная видимость. Авиация в таких условиях не могла выполнять полеты. Командование наземных войск требует помощи от авиации, а мы не можем взлететь. И вдруг немного прояснилось, временами просматривается солнце. Поступило задание парой произвести разведку войск противника между озерами Болотон и Веленце, где разгорались ожесточенные бои. На задании командир полка приказал вылететь парой Петру Якубовскому с Лешей Артемовым, наиболее опытным летчиком. Взлетев и набрав высоту 100 метров, пара Лавочкиных взяла курс в заданный район, и через 15 минут полета, пролетев линию фронта, начали внимательно просматривать вражеские укрепления. С малой высоты полета хорошо было видно, что немцы начали подтягивать танки и артиллерию к переднему краю. Выполнив разведку, Петр доложил командиру результаты. После обеда погода улучшилась, поступило приказание командующего армии нанести штурмовой удар по скоплению немецких войск, по только что полученным данным, которые разведывал Якубовский. Воздух поднялась девятка Илюшиных, повел группу герой Советского Союза капитан Супонин, а прикрывать их вылетел шестеркой герой Советского Союза Якубовский. Через 15 минут полета штурмовики и истребители были над целью. Истребители, словно пчелы, велись вокруг штурмовиков. — Горбатые, доверните вправо, во враги и кустарники танки, — передал Якубовский. — Петя понял, атакуем, — ответил ведущий Супонин. Илы один за другим входили в пикирование. Своем срывали из балок реактивные снаряды, строчили пулеметы и пушки, летели стокилограммовые бомбы. То с востока, то с запада заходила группа на цель. Зенитки неистово били по самолетам, но шапки разрывов оставались вверху, а самолеты были ниже. Выполнив шесть заходов, Супонин скомандовал. — Атаку закончить, сбор! Штурмовики пристроились к ведущему и начали отходить от цели. Якубовский передал по радио. — Молодцы, работали отлично. Только группа собралась и взяла курс обратно, неожиданно появилась четверка Фоке-Вульфа в 190. Пара Фокеров пытается атаковать штурмовиков снизу. Якубовский вовремя заметил это и своей парой стремительно идет на сближение с Фокером и с дистанцией 150 метров открыл огонь из пушек. Ведущий Фокер перевернулся на спину и вошел в отвесное пикирование и врезался в землю. Остальные Фоке-Вульф 190, не приняв боя, ушли в обратном направлении. Шестерка Лавочкинов, сопроводив Ил-2 на аэродром, прикрыв их посадку, вернулись на свою точку. За успешное выполнение этого полета ведущим группам была объявлена благодарность командующим 17-й воздушной армии. На завтра бой. В ходе воздушных стычек нам часто стали встречаться мессиершмитта с желтыми коками. Таких самолетов мы на своем участке фронта пока не встречали. Видимо, немцы перебросили их с запада для подкрепления. Ходили они, как правило, парами. Появлялись всегда неожиданно в разгар боя, стремительно на больших скоростях производили атаки, быстро исчезали, чтобы тут же вновь появиться самой невыгодной для нас стороны. Командир полка собрал летный состав и предупредил всех, что на нашем участке появилась новая группа вражеских самолетов. Ходят они парами. Коки окрашены в желтый цвет. Надо всем быть предельно внимательными, усилить осмотрительность от взлета до посадки. По-видимому, у желтых коков установлено новое оборудование – бортовые радиолокаторы. Действительно, ничем иным нельзя было объяснить их внезапное появление из-за облаков в самые выгодные для атак моменты. В очередной вылет на прикрытие своих войск в район Секеш-Фехервара пошла группа Лавочкиных в составе Скомарохов, Кирилюк, Калашонок, Маслов, Горький и Кисляков. Шестерка Ла-5 встала на заданный курс, внимательно просматривая воздушное пространство. Вдруг со станции на ведение поступила команда. Скомарох, будьте внимательны, с запада заходит большая группа фокеров под прикрытием мессеров. Вас понял, вижу, приготовиться к бою. Скомарохов с Горьковым связывают боем мессеров. Кирилюк четверкой атакует фокеров. С первой атаки Виктор и Вася Калашонок сбивают два фокевуль-190. Скомарох заметил, что в хвосте у Маслова желтый кук открыл огонь по его самолету. Скомарох кричит Маслову, берегись, сзади месс. Леша резко потянул ручку на себя, но уйти не может. Скомарох резко бросает свой самолет, мгновенно сближается с места 9, открывает огонь с близкой дистанции. Желтый кук вздрогнул, накренился влево. Горящий вошел в крутую спираль и через считанные секунды врезался в землю. С командового пункта передают. Скомарох ваша группа сбила три самолета. Подтверждаем, можете следовать на свою точку. Самолет Леши Маслова был поврежден. После посадки на его машине насчитали более 15 пробоин. Самолет Маслова закатили в ПАШ для ремонта. У нас в полку на высоком уровне была поставлена работа по быстрому вводу поврежденных самолетов. Начальником ремонтных мастерских с начала войны и до ее окончания был старший техник лейтенант Бурков. Мастер золотые руки, как называли его все сослуживцы. А его помощник, неутомимый труженик войны, Сираж Нуриддинов. Вдвоем они могли отремонтировать самолет в считанные часы. Хорошими организаторами работ в полевых условиях и в боевой обстановке считались инженер полка Мякота, инженер авиаскадрильи Скарабохатов, Бахтинов, Даюник, специалисты по вооружению и радиооборудованию, старшие техники, лейтенанты Володин, Молчин, Миронцев, Кошеленко, Пискун, Ишкатов и другие. «Девчатам нашим нелегко было на фронте. Перед вылетами они разносили по два, а то и по три парашюта, а вдвоем пять-шесть и довольно-таки увесистых. И так каждый день до самого конца войны. Кроме того, в их обязанности распускать, просушивать, перекладывать боевые парашюты на походном брезентовом столе, раскиданном отбрези стоянок. Труд наших помощниц не пропадал даром. Более десяти летчиков полка выпрыгнули из горящих машин на парашютах, и их система ни разу не подвела. Женщины на фронте были скрупулезно точны, аккуратны, дисциплинированы и исполнительны. Многие девушки имели специальность оружейниц. Эта работа была для них еще тяжелее. Надо было после прилета самолетов с боевого задания быстро пополнить ленту и уложить в ящик, а перед этим поднести их к самолету. Подвесить под каждый самолет по две 50-килограммовые бомбы. В конце дня, когда летчики уезжали на ужин, а затем кратковременный отдых, наши девчата начинали снимать пушки самолетов, смазывать их и пополнять снарядами. На их отдых оставалось 2-3 часа, и снова они на аэродроме у боевых самолетов. Кроме всего, девчатам приходилось нести караульную службу по охране самолетов и всего личного состава полка. Труженицы войны, мужественные и добрые наши боевые друзья, прошедшие вместе с мужчинами дорогами тяжелой и кровопролитной войны, низкий поклон вам! Алла Соколова, Лина Коган, Саша Юдаева, Нина Чернова, Маша Марченко, Валя Гаврилова, Люба Чернышова, Рая Гущина, Аня Петрачкова и другие. 20 декабря началось новое наступление войск 3-го Украинского фронта с целью прорвать сильно укрепленную фашистскую линию обороны Маргарита, овладеть городом Секеш-Фехервар и, обойдя Запада Будапешт, соединиться с войсками 2-го Украинского фронта. Наступление поддерживали свыше 800 самолетов весь действующий парк 17-й воздушной армии. Это были дни напряженной боевой работы. Мы буквально висели над передним краем, возвращались на свой аэродром лишь только для того, чтобы заправиться горючим и пополнить боекомплект. Вначале вылетали на штурмовку передовых позиций прикрытия наступающих войск. Потом начались ожесточенные воздушные бои. На второй день с утра поступило задание произвести разведку погоды в районе, а затем просмотреть, какая погода в районе боевых действий в районе Озер, Болотон и Веленции. На это задание была направлена наиболее подготовленная пара с Комарохова со своим ведомым лейтенантом Филипповым. Станция наведения передала по радио. Скомарох, смотрите внимательно, с запада подходит группа фокеров, надо ее атаковать. Вас понял, идем на сближение. Проходят считанные секунды, и пара врезается в строй. В первую очередь у Скомарох сбивает одну машину и сразу переносит огонь на следующую. Среди фокеров началась паника, они рассыпались в стороны, снизились до брейшего полета и стали уходить на свою территорию. Но тут появилась восьмерка Фокки-Вульф-190. Она попыталась сходу отбомбить по нашим войскам. Наша пара камнем сваливается на фашистов и молниеносным ударом подожгли еще по одному самолету. Они рухнули на землю прямо возле станции наведения. Подошла еще шестерка фокеров, которые пытаются прорваться к цели. Молниеносной атакой снизу, дистанции 50 метров, сбит один Фокки-Вульф-190, шестерка рассыпалась, ушла на траекторию полета. Снова восьмерка, стремительная атака, скомороха взбивает четвертого Фокера. Пять Фокеров в одном бою сбить, это просто здорово. Молодцы, ястребы, объявляю вам благодарность, передал по радио генерал Толстиков, который находился в это время на станции наведения и наблюдал за боем. 20 декабря развернулись ожесточенные бои за Эстергом. На этом направлении действовал и четвертый механизированный корпус генерала Датсанова. В районе Бички продвижение корпуса было приостановлено, немцы оказали сильное сопротивление. Скоморохов с Филипповым вылетели на разведку. Погода стояла плохая, видимость 1-2 километра. Шел мокрый снег, полет пришлось выполнять на высоте 50-100 метров. Подошли к линии фронта, связались с КП корпуса, получили указание пройти в глубину обороны противника, посмотреть, что там происходит. Пройдя вглубь обороны противника, Скоморохов обнаружил в лощинах и кустарниках более 30 танков и до 50 стволов артиллерии. В этот район была направлена девятка штурмовиков, которая нанесла удар по скоплению вражеских войск. Механизированный корпус обошел группировку с флангов и разгромил ее. С напряженными боями войска Третьего Украинского фронта вышли к Дунаю, севернее и северо-западнее Будапешта, что привело к окружению в нем 186-тысячной группировки фашистских войск. Венгерское правительство во главе с Садаши срочно перебралось в Австрию. Рано утром моему звену была поставлена задача вылететь на сопровождение девятки бомбардировщиков Бостон, которые должны нанести бомбовый удар по скоплению пехоты и танков противника, находящихся на окраине города Эстергом. Девятка бомберов идет с троем, держит скорость 400-450 километров, на такой скорости и нам хорошо. Я следую парой слева, Алеша Бударев справа. Беспрепятственно отбомбившись, бомбардировщики стали разворачиваться на обратный курс. Я усилил наблюдение за воздухом, и именно на развороте вражеские охотники чаще всего их подлавливают. В этот момент группа растягивается, а некоторые бомбардировщики даже отстают. Так и есть. Вот уже снизу к отставшему Бостону крадутся два мессера, а не ожидали этого удачного момента. Резко перевожу свой самолет с переворотов пикирования и захожу в хвост мессеру, второго атакует мой ведомый. Гитлеровцы не замечают нас, лезут к замыкающему бомбардировщику. Я быстро сближаюсь, наконец мессер в моем прицеле, но он уже стреляет. Во мне закипает злоба. На, сволочь, получай и ты. И я хлестнул по нему из пушек. Кажется, мой удар оказался мощнее и точнее, чем его. Наш бомбардировщик, как ни в чем не бывало, продолжает лететь, а мест вдруг осел и, нехотя переваливаясь через крыло, пошел вниз. Не могу оторвать от него взгляда. Выскочит ли летчик? Нет, идет камнем к земле, врезается в землю. От него остается лишь облако дыма и пыли. Все. Догоняю своих бомбардировщиков, они летят плотным строем, один немного отстает, я все внимание сконцентрировал на нем и за воздушным пространством. Сопроводив бомберов до указанного рубежа, мы произвели посадку на своем аэродроме. На следующий день моему звену была поставлена задача произвести разведку войск противника в районе деревни Камарно. Выполнив задание, мы возвращались на свою точку. Высота 2000 метров. Погода необычайно ясная, лети сотни везд и ни одного облачка не встретишь. Идеальные условия для зоны. И вот в этой прозрачной сине замечаем самолет. Он впереди нас и идет с территории противника на высоте около 2500 метров курсом на Будапешт. Вначале мы признаем его за своего разведчика, но по мере сближения разглядели, что это немецкий трехмоторный транспортный самолет Ю-52. Раздумывать некогда. Враг может прорваться к городу и выполнить свой замысел. Что там у фашиста на уме? Даю команду. Бударев, оставайся выше. Мы с Деревневым идем на Юнкерса, увеличивая скорость до максимальной и атакуя транспортника, который идет себе спокойно, без страха и сомнений, даже не замечая мою пару снизу. Метров со 150 открывая огонь. Длинная очередь идет точно, они словно подбрасывают вражеский самолет вверх и после секундного зависания задранным носом, будь-то подумала еще падать или нет, Юнкерс сваливается на левое крыло и колом идет в землю. Жду, когда тяжелая машина грохнется или развалится в воздухе. Однако, смотри-ка, немец, гад, хитрит, он жив, удивленно кричу я своему напарнику, следи за ним. Мы начинаем снижение спиралью вокруг Юнкерса. На высоте тысячи метров он переходит на планирование. Докатка моя подтверждается. Под нами лесной массив. Будапешт остается восточнее. Атакую повторно, даю длинную очередь, Юнкерс вспыхнул, повалил черный дым, экипаж выбросился на парашютах, спускаясь недалеко от КП, командующего нашей воздушной армией. Вражеский самолет врезается в землю с такой силой, что от взрыва мой самолет стряхнуло. Уничтожив врага, мы набираем высоту, пристраиваемся ко второй паре, следуем на свой аэродром. С КП нас поблагодарили за хорошую работу, а полет того Ю-52 по сей день остается загадкой для меня, что заставило лететь его среди бела дня без прикрытия истребителей в чистом, без единого облачка небе. На что он рассчитывал, неизвестно. Правда, и впоследствии случались полеты таких транспортников, намеревавших сбросить груз в окруженный Будапешт. Но они выполнялись только тогда, когда облака прижаты к земле, видимость была ограниченной, дымка или морозь закрывали горизонт, то есть нелетную погоду для истребителей. Думаю, что-то чрезвычайно срочное, позарез необходимое, нужно было доставить взятым в кольцо окруженным вражеским войскам на сбитом тогда нами Ю-52. Зарулив на стоянку, мы обсудили свой полет. Я доложил подробно о полете на разведку и уничтожение транспортного самолета. Ануфриенко пожал мне руку. Молодец, желаю тебе успеха в предстоящих боях. Боевые действия нашего полка за освобождение Венгрии производились с вылетов на прикрытие наземных войск с предварительными бомбовыми ударами по объектам противника. Две бомбы по 50 килограммов, подвешенные под плоскостями самолета-истребителя, находили подходящую цель, сбрасывали бомбы с пикирования. Затем возвращались в район прикрытия и продолжали баражировать. В январе месяце шестерку Лавочкиных повел Ануфриенко. На всех машинах бомбы ФАП-50. Сбросив их на цель, выходим из пикирования. В этот момент командир передает «Прямо перед собой вижу десятку фокевульфов. Будем атаковать». «Внимание! Переди фокеры. Атакуем снизу. Самолеты противника выше нас, по всей вероятности они не заметили нас». Ануфри сближается с замыкающим группу гитлеровцев. Открывает огонь. Самолет падает в расположении немцев. Боевой порядок фокеров нарушился. Шестерка, идущая впереди, резко развернулась вправо. Бомба с ее самолетов, словно крупные черные капли, падает на свои же войска. Наваливаемся на врага еще более решительно, не давая ему опомниться. Высота полета полторы тысячи метров. Зенитки-неприятели ведут интенсивный обстрел, пытаясь отсечь нашу группу от своих самолетов. Проводим еще две атаки, но достичь успеха так и не удается. Ведомые фокеры резкими отворотами переходят с одного фланга на другой, ведущий тоже на чеку. Бой затягивается. Мы увлеклись атаками, углубились уже на вражескую территорию. Надо спешить в свою зону, ближе к переднему краю. Наконец, время патрулирования истекает. Нам разрешено возвращаться домой. Окруженные в Будапеште вражеские войска, несмотря на ультиматум, предъявленный нашим командованием капитулировать, началось уничтожение вражеских войск. Мы с утра до вечера находимся в воздухе. Начались вылеты на бомбардировку вражеских войск. Вылетали шестерками, четверками, с подвешенными бомбами, уничтожая зенитные точки и вражескую пехоту. За день выполняли по 6-8 вылетов. Начиная со 2 января мы буквально не покидали своих истребителей. В этот день мы вылетели четверкой на сопровождении 12 штурмовиков. Ведущей нашей группы майор Кравцов, я, ведущий второй пары, ведомыми шли младшие лейтенанты Калинин и Шагов. Передовой прошли на высоте 1300 метров. По штурмовикам остервенело заработали зенитки, но они, не обращая внимания, приближаются к цели, сбрасывают бомбы, и реактивные снаряды. Затем, перестроившись в круг, один за одним начинают пикировать, поливая противника пулеметно-пушечным огнем. Мы четверкой на внешней стороне круга. В конце штурмовки появились 6 мест 109 Г. Истребители противника по одному и парами пытаются подойти к Илам. Наша четверка вливается в общую группу. Началось что-то похожее на ряд разрозненных стычек. Мы не успеваем отбивать атаки фокеров, и нам помогают штурмовики. Одному фокеру удалось зайти в хвост киллу. Я мгновенно доворачиваю свой самолет и бью по фокеру с близкого расстояния. Вражеская машина клюет носом и врезается в землю. Второго фокер-вульфа сбивает кравцов. Штурмовики, окончив работу, начали уходить от цели. Мы рядом со штурмовиками. Вдруг смотрю, наш ведущий резко делает левый разворот с набором высоты. Его ведомый, младший лейтенант Калинин, не успел выполнить маневр, отстал от Кравцова. Через считанные секунды он пристроился к моей паре. Митю мы знали как летчика неудержимого в схватке с врагом, горячего и азартного. Он излишне порой увлекался преследованием противника, старался довести дело до полного его уничтожения, забывая о безопасности тыла. Я тройкой сопровождаю штурмовиков, просматриваю воздушное пространство, нет нашего ведущего, как в воду канул, запрашиваю по радио несколько раз, молчит. Сопроводив штурмовиков в дородроме посадки, мы тройкой возвратились на свою точку. Майор Кравцов с боевого задания не вернулся. Для нас это было большим ударом. Два дня не знали о судьбе Кравцова, и только на третий день пришло сообщение, что его в крайне тяжелом состоянии подобрали пехотинца и отправили в госпиталь. Жив! Эта новость обрадовала нас. Жив, значит, вернется в полк, полетает еще с нами. Но Дмитрию Кравцову не пришлось больше летать. Из-за тяжелого ранения после окончания войны он был списан с летной работой и уволен в запас. А пока что эскадрилью возглавил его заместитель Олег Смирнов. Снова на земле и в воздухе идут ожесточенные бои. Нас перебазируют на новый аэродром ближе к фронту. Остров Чепель между старым и новым руслом Дуная 20 километров от Будапешта. Его аэродром благоустроенный с хорошей бетонированной полосой. На нем базировались немецкие авиационные части. 16 января с утра пошла морозь, низкая облачность, видимость 1-2 километра. Задания выполняли наиболее подготовленные летчики, вылеты производились парами. С улучшением погоды количество вылетов нарастало. В этот период немецкая группировка находилась в кольце в Будапеште. Немцы пытались установить воздушный мост с окруженными войсками. Мост этот прикрывался чрезвычайно большим количеством мессеров и фокеров. Поэтому над столицей Венгрии завязывались ожесточенные воздушные схватки. Немецкая авиация несла большие потери. Скоморохов, Кирилюк, Маслов, Смирнов и другие почти каждый день увеличили свои личные боевые счета. Но не обходилось без жертв и с нашей стороны. В эти дни наша дивизия потеряла 24 самолета и 13 летчиков. Не вернулся с заданий старший летчик моего звена лейтенант Алексей Дударев. Это была тяжелая утрата для меня и всех сослуживцев, с кем летал этот храбрый, мужественный человек. Веселый, симпатичный блондин. Хорошо пел и играл на аккордеоне. Был беззаветно предан родине, авиации, дружбе, умной и прямой в суждениях, горячей в споре и стойкий в опасном деле. Как же все случилось? Четверка Лавочкиных во главе с Олегом Смирновым вылетела на прикрытие наших войск в район озера Болотон. В этот день мы уже дважды выходили на передний край. Это был третий боевой вылет. Погода в районе прикрытия ясна, видимость 2-3 километра, густая дымка. Выполнив два разворота на 180 градусов, ходим над вражескими позициями. Начали разворот на заданный курс и неожиданно на встречных курс встретились с четверкой мессеров. Начался обой, на вираже я зашел молниеносно в хвост МЕ-109, который переворотом пытался уйти от меня. Но я быстро настиг его и дал длинную очередь. МЕ-109 с большим углом пошел к земле, оставляя шлейф черного дыма. В это время сверху свалилась пара мессеров и начала заходить в хвост Дудареву. Кричу по радио «Леша, в хвосте МЕ-109!» Делаю резкий разворот в сторону Месса и даю заградительную очередь. Но мессер Шмидт опередил меня. Лешин истребитель резко взмывает вверх, переворачивается на правое крыло, падая к земле, оставляя за собой след черного дыма и купол раскрывшегося парашюта. Мы тройкой, Смирнов, я и Попов, начали снижаться группой спирально вслед за опускающимся парашютистом. Дударев, видимо, полагал, что приземлиться в расположении наших войск. Но когда с земли к нему потянулись трассы огня, стало ясно, что самое плохое впереди. Нет, не смерти. К ней на войне каждый готов. Пострашнее муки и позор плена. Храбрый летчик Леша Дударев оказался в руках фашистских извергов. Случилось это примерно в 20 километрах в восточне озера Болотон. Мы, конечно, надеялись, что Леше удастся, как и двум летчикам нашего полка, бежать из плена и вернуться в свою часть. Но Дударев не вернулся. Вот что рассказал о нем летчик со штурмовика Ил-2, которому посчастливилось вырваться из фашистских застенков. Допросив Лешу, немцы решили его расстрелять. Дударев не дрогнул. В последние минуты жизни он оставался самим собой, мужественным человеком железной воли. Существует и такая версия Дударева в плену. При второй попытке побега из плена Леша был убит фашистами. Дударев на фронт прибыл в сентябре 43-го года перед началом битвы за Днепр. Совершил более ста боевых вылетов. На личном счету пять сбитых вражеских самолетов и имел правительственные награды. На следующий день утром на стоянке самолетов Ануфриенко собрал летный состав и доложил, что получена боевая задача произвести штурмовку войск противника в районе города Веспрем. «Поведу шестерку я», сказал командир полка, сделав ряд уточнений, как надо правильно атаковать зенитки. «Не бойтесь, они плохо стреляют по самолетам. Пара Смирнова находится выше нас, смотрит за воздухом. При появлении истребителя противника штурмовку прекращаем, ведем бой с ними по самолетам. Взлетаем парами. Моя пара идет рядом с командиром. Подошли к линии фронта. «Приготовиться», приказал Ануфри. «Слева впереди цель. За мной в атаку. Лавочки на один за другим входили в пикирование, поливая огнем из пушек по зенитной артиллерии и пехоте. Заходы по тактическим соображениям выполнялись разных направлений. Зенитки бьют по самолетам, шапки разрыва вверху, а самолеты ниже. Выйдя из очередной атаки у самой земли, Ануфри поставил самолет в набор высоты и бросил взгляд вверх. Истребители четко входили в пикирование и резко атаковали цели. «Делаем последний заход, идем домой. Связь на полусловии обрывается. Я Ануфрий. Мотор работает с перебоями. Попал снаряд. Иду на вынужденную. Мы тройкой внимательно следим за командирским самолетом, прикрывая его. Самолет неумолимо идет к земле. Осмотрев кабину, давление бензина близко к нулю, быстро сообразив, взял левой за ручку альвеер и сделал несколько качков. Мотор заработал, а затем глохнет. И так несколько раз. Перетянув передний край, самолет касается земли, проползает метров с тонн на фюзеляже и останавливается. К израненной машине быстро подбежали несколько пехотинцев и вытащили летчика из кабины. Наша пятерка, выполнив два виража, убедилась, что наш командир живой взяла курс на свой аэродром. К заходу солнца Нуфриенко верхом на лошади, выделенный командиром пехотной дивизии, вернулся на свой аэродром. Вечером он собрал весь летный состав полка и рассказал, как все случилось. Добавил, что надо тактически грамотно выполнять противозенитный маневр. Оказывается, зенитчики могут сбить самолет. Сегодня он убедился в этом. Надо хорошо знать материальную часть своего самолета. Если бы я сегодня не использовал альвеер, мой самолет приземлился в расположении вражеских войск. На следующий день четверка Лавочкиных, ведомых с Комароховым, как только над аэродромом рассеялась утренний дымка, вышла на задание. Набрали 3000 метров, подошли к озеру Веленце. С командового пункта переднего края предупреждают, будьте внимательны, в воздухе истребители противника. Яки только что дрались со 109-ми. С Комарох вас понял. Осмотрел все воздушное пространство, противника не видно. Где-то прячутся, чтобы выскочить, неожиданно и нанести удар. Над озером плывут разорванные клочья тумана, предвещая хорошую погоду. Время вышло, группа взяла курс на свою точку. На обратном пути, курсом на Будапешт, метров 50 ниже, идет Юл 52, охраняемой парой мессеров. С Комарох дал команду Кирилевку и Горького атаковать Пузатого, а сам с Гриценюком занялся мессерами. Четверка рванулась в бой. Керим великолепно сделал свое дело. С первой атаки подбил Юнкерса, заставил его сесть на нашей территории между озером Веленца и Будапештом. Мессер Шмидт, увидев, что охранять им больше нечего, на полных газах бросились на утек. Стали кружиться над Юнкерсом, наблюдая, что дальше будет. Сверху хорошо было видно, к нему торопятся на машинах и лошадях казаки. Экипаж самолета сошел на землю, чтобы приготовиться к сдаче в плен. И вдруг, откуда ни возьмись, немецкий легкомоторный Физлер Шторх. Фрицы начали размахивать руками шлемофонами. Немцы радуются. С Комарохов подходит плотную, сматривается в лицо летчика. Так это же Леня Капустянский. У нас в полку был трофейный Физлер Шторх. Мой друг Леня хорошо освоил его, иногда перебрасывая на нем различные грузы и людей. В этот момент он перевозил куда-то полкового врача капитана Владимира Антонюка. Надо же такому случиться, ведь его могли запросто сразить наши истребители. Леня сделал вираж над сбитым юнкерсом, произвел посадку, взял в плен немцев, передал их подоспевшим казакам. Нашлась работа и доктору. Он обработал ожоги на лице и руках членов экипажа. Кольцо, окружающее будапештскую группировку, все более сжималось. Гитлеровцы с фанатичностью упрямо цеплялись за каждый клочок земли, но тщетно неизбежный и бесславный конец приближался, силы противника были уже на пределе. Однако, собрав свои последние силы, гитлеровцы нанесли третий контрудар, прорвав нашу оборону севернее Болотона. Фашисты снова вышли к Дунаю и устремились вдоль него к Будапешту, не теряя надежды выручить окруженную там группировку. В те дни крайне тяжелое положение сложилось для ряда частей нашей воздушной армии. Например, четыре полка 262-й ночной бомбардировочной дивизии вечером 18 января оказались на территории, занятой врагом. Им было приказано любой ценой продержаться до утра, причем не просто продержаться, а еще помешать врагу переправиться по мостам через канал Шарвиз. И авиаторы блестяще справились с поставленной перед ними необычайной задачей. Экипажи ночью взлетали, сбрасывали над мостами светящиеся бомбы, и никто не мог перебраться через канал, не будучи подвергнутым обстрелу. Ночная бомбардировочная авиация. Это звучит весомо, внушительно, если не знать, что вооружена она была тихоходными по два. И сейчас нельзя не удивляться мужеству и беззаветной храбрости ее личного состава, выставившего и победившего в самой невероятной ситуации. В эти дни мы узнали о беспримерной стойкости казаков-гвардейцев, вместе с танкистами, успешно удерживавших занимаемой ими позиции юго-восточное озеро Веленца. В этот район каждый из нас вылетал с особым чувством, ведь там шли самые напряженные бои, насмерть стояли донские казаки. Мы беспрерывно утюжили воздух над позициями казаков, не давая немцев сбросить на них ни одной бомбы. Линия фронта проходила почти рядом с нашим аэродромом. На первом же развороте после взлета мы уже имели возможность наносить удары по вражеским позициям, тем самым помогая казакам выстоять в этой исключительно тяжелой ситуации. Они по достоинству оценили наши старания, то и дело передавали благодарности. Враг нес большие потери, но гибли и наши люди. 30 января к нам пришла тяжелая весть о гибели героя Советского Союза Николая Федоровича Краснова. Это сообщение буквально ошеломило весь личный состав 31-го авиаполка. Перед Будапештской операцией для усиления одного из братских полков Краснова перевели заместителем командира полка. Под его началом многие летчики прошли прекрасную неповторимую школу воздушного боя. Когда мы прибыли в 1942 году в полк, Краснов уже имел богатый боевой опыт. Все наши молодые летчики прошли школу боевого мастерства, внимательно прислушивались к его советам. Красновский боевой разворот с выходом в обратную сторону вошел в арсенал наших тактических приемов и принес немало побед. И вот Николая Краснова нет. Этому трудно поверить. Такой виртуоз, такой мастер и вдруг не смог увернуться от вражеской атаке. Но не от снарядов он погиб. С аэродрома Модичи вылетел на задание и случилось непредвиденное, не убралась одностойка шасси. Надо было возвратиться на аэродром, но это не было в правилах Краснова. Так с выпущенным колесом он и вступил в бой с Мерсершмиттами, сбил одного, второго, а при схватке с третьим почувствовал, что мотор плохо тянет, работает с перебоями, перегрелся. Вскоре он и вовсе остановился. Выход был один, идти на вынужденную посадку. Краснов увидел под собой ровное поле, направил на него машину. При посадке Лавочкин перевернулся, лег фонарем на землю. Потерявший от удара сознания Николай Федорович завис на ремнях. Сопровождавший его ведомый вернулся на аэродром, доложил командование случившимся. Выслали под вас техникам, но тот заблудился, а других мер по спасению не приняли. Пока все это длилось, Краснов скончался. О том, что Краснов после посадки оставался еще жив, можно было судить по пробоинам, которые сделал выстрелом из пистолета в козырек кабины. Поскольку трагедия случилась недалеко от Текеля, мы забрали тело Николая Краснова к себе в полк. Похоронить героя решили в Одессе, в городе, который он освобождал. А пока траурный митинг короткое прощание. Выделенный самолет Ли-2 доставил прах Краснова в город-герой, где со всеми почестями был похоронен на Аллее Славы. Решающий удар Кольцо, окружающее будапештскую группировку, все более сжималось. Гитлеровцы с фанатичностью упрямо цеплялись за каждый клочок земли. Но тщетно неизбежный и бесславный конец приближался, силы противника были уже на пределе. В окруженном Будапеште немцы по-бандитски грабили его жителей, отнимали последний кусок хлеба. Пришли наши войска, стали делиться с ними всем, что имели. Все это не могло не воздействовать на венгров, они увидели в нас своих настоящих освободителей, избавителей от коричневой чумы. Убедившись, что удержать город им не удастся, немцы стали искать пути выхода из окружения. Пробовали прорваться в юго-западном направлении, получили отпор, в северо-западном то же самое. 13 февраля столица Венгрии была освобождена. Советские войска взяли в плен 110 тысяч фашистских солдат и офицеров. В результате успешного завершения Будапештской операции из войны вышла последняя союзница Германии в Европе. Это было событие большого значения. Усилие нашего полка после падения столицы Венгрии полностью переносится на внешнее кольцо окружения, на линию фронта сопровождения Бостонов и Илов прикрытие наземных войск разведка. Во второй половине февраля противник нанес главный удар между озерами Болотон и Веленце. Советские войска стойко отбивали вражеские атаки, направляя основное усилие на разгром танковых дивизий врага. Только в течение 6 марта 17-я воздушная армия несмотря на плохую погоду произвела около 360 вылетов из них 230 по 6-й танковой армии СС. Прорвав первые полосы обороны сильными бронированными клинями они ринулись к Дунаю. Началась последняя минувшая война оборонительная операция советских войск получившая название Болотонской. Чтобы сдержать натиск врага командующий фронтом бросил в бой все имеющиеся в его распоряжении силы даже дивизию тихоходных ночных бомбардировщиков по 2. Нашим летчикам приходилось драться круглые сутки. Массированные действия нашей артиллерии и авиации нанесли врагу большие потери, а последующие попытки его добиться успеха тоже ни к чему не привели. К исходу 15 марта контрнаступление гитлеровцев было приостановлено. Значительную роль в успешном отражении контрнаступлений танковых войск противника сыграла наша авиация. Несмотря на сложные метеорологические условия, она непрерывно наносила удары по танкам и артиллерии противника и вела борьбу с самолетами в воздухе. С каждым днем возрастала ожесточенность сражения. В нем и на мою долю выпало испытание. На следующий день четверка Лавочкиных, Скоморохов, Цыкин, Горьков и Кисляков вылетели на сопровождение группы штурмовиков, ведомых героем Советского Союза, старшим Создание было выполнено успешно, штурмовики поработали хорошо. Идем назад, пересекаем Дунай, скорый аэродром. Слышим голос Прохорова. Скоморох, благодарю за прикрытие, мы уже дома. До новой встречи в воздухе. Рада служить славным боевым труженикам. Мы осматриваем четкий строй Илов, идут красиво, крыло в крыло. Никто им не угрожает, можно и уходить. Но Скоморох передает по радио. Пройдем немного рядом с Горбатыми, сопроводим их до посадки. Через считанные секунды я заметил, как снизу к штурмовикам подкрадываются мессеры. Скоморох, мессеры, мессеры. Ближе всех к противнику находился я. Резко поворачиваю свой самолет, даю заградительный огонь, не действует. Немец идет прямо к Илам. Горбатые, убирайте шасси. Цыкин, атакуй, передал по радио Скоморох. Я повторно делаю разворот на Мессо, даю длинную очередь из пушек. МЕ-109 отворачивает, второго атакует Скоморохов. Подоспели Горьков с Кисляковым. Враг стал уходить. Мы устремились в погоню. Зло нас взяло. Обнаглели фашисты, надо их проучить. За Дунаем Скоморохов настигает мессершмитта, длинной очередью сваливает его. За вторым иду я, даю очередь, месс идет и не падает. Скоморох передает, Миша, не спеши, спокойнее, прикрою. Я, продолжая сближение и с дистанцией ведомый не только прикрывает, но и атакует, когда нужно. Сейчас это вошло в нашу повседневную практику. На аэродроме Скоморохов поздравил меня с очередной четырнадцатой победой. Это был наш последний совместный воздушный бой. Бои продолжаются. После обеда я повел шестерку Лавочкиных на прикрытии своих войск. При подходе к линии фронта с командового пункта передали «Окунь, будьте внимательны. На подходе к нам группа фокеров. Атакуйте, не допустите их к переднему фраю». «Вас понял, иду на сближение. Я Окунь». Вот ведущий фокер начал выполнять разворот. Я доворачиваю свой самолет и быстро настигаю фокера. С дистанции сто пятьдесят метров открываю огонь. Огненная трасса тут же полоснула его по крыльям, а затем по мотору. Он падает рядом с КП командира корпуса на виду наших войск. Строй фокеров продолжаю борьбу, беру на прицел замыкающего фокера, даю очередь. Он задымил, потянул по направлению своего переднего края. Налет фокеров сорван. Оставшиеся перешли на бреющий полет, поспешили покинуть поле боя, ушли в западном направлении. С командового пункта передали. «Спасибо, Окунь, молодцы. Вы свое дело сделали. По истечении времени прикрытия можете идти домой». На аэродроме боевые друзья поздравили с пятнадцатой победой». 18 марта поступило задание «шестеркой Лавочкиных» прикрыть наземные войска между озерами Балатон-Веленце. Ведущим нашей группы был назначен инспектор-летчик нашей дивизии майор Ковалев. Я у него ведомым. Перед вылетом уточнили воздушную обстановку и метеоусловия. Погода облачность 6-8 баллов, высота 2-2,5 тысячи метров, видимость 4-5 километров, дымка. По самолетам дал команду Ковалев, направляясь к своему самолету. Быстро подошел к нашему ведущему и попросил его прикрытие производить на высоте 3,5 тысячи метров выше облаков. Пошли к линии фронта над разорванными облаками. Передаю по радио. «Коваль, набираю высоту. Надо выйти выше облаков». Развернулись вдоль линии фронта, прошли под облаками одну-две минуты. «Не нравится мне такое прикрытие, так и жди, что тебя атакуют мистера». Не успел подумать, как сверху из-за облаков выскочили два мистершмита. Ведущий мес открыл огонь по моему самолету, снаряды его ударили по плоскостям и кабине моей машины, я ощущаю сильный удар, в глазах темно, а из-под приборной доски начало выбивать горячее масло, сжет лицо. Самолет, перевернувшись через крыло, вышел в крутой штопор, устремился к земле. Пытаюсь вывести его из штопора, даю рули на вывод, никакого эффекта. Работаю педалями и сектором газа, но самолет идет стремительно к земле. Кабину бьет горячее масло, обжигает лицо. Я уже не могу определить, в каком положении самолет падает к земле и сколько до нее осталось. Тысяча, пятьсот метров. Мелькнула мысль покинуть машину, но я вижу, что если я выброшусь с парашютом, то попаду в плен. Делаю последнюю попытку, даю рули на вывод, двинул сектор газа до отказа. Мой самолет прекращает вращение, плавно начинает выходить из штопора, посмотрел на приборы, высота 300 метров, этого еще не хватало. Самолет вывел из такого сложного положения, так сейчас добьют. Отжимаю ручку от себя, занял высоту 15-20 метров, лечу над гладью озера Веленце, следуя по направлению нашего переднего края. Осмотрелся кругом, шоковое состояние прошло. Иду по направлению своего аэродрома, постепенно набираю высоту. На всякий случай освободился от привязных ремней, приготовился к покиданию израненной машины. Пробую самолет на разных режимах. Опробовал управление самолетом на скоростях, близких к посадочным, в наборе снижения, крен с разворотом влево и вправо, поведение самолета с выпущенными, убранными шасси. Все нормально, самолет идет устойчиво. А вот закрылки забыл попробовать, из-за которых я чуть не поплатился жизнью. При заходе на посадку на планирование выпустил их. Но оказалось, что у левого закрылка тяга была перебита вражеским снарядом. Идет устойчиво, закрывая замок привязных ремней. Связываюсь по радиоскопе полка, докладываю. Я, Окунь, на подходе, ранен, прошу обеспечить посадку. Ануфриенко отвечает, заходи на посадку, полоса свободна. После четвертого разворота выпускаю шасси, планируя, смотрю за землей скоростью. Напрягаю все свои силы, почувствовал сильные боли в животе. На высоте 50-70 метров выпускаю закрылки. Мой самолет резко переворачивается через крыло, ложится вверх колесами. Мгновенно даю рычаг на уборке закрылок. Выправляю машину, но она делает посадку, цепляясь фюзеляжем за высоковольтную линию. Произвожу приземление с недолетом до взлетной полосы 50 метров. Выключаю мотор, на пробеге умышленно уклоняюсь в правую сторону. В конце пробега я потерял сознание. К моему самолету быстро подъехала санитарная машина, вытащили меня из кабины, доставили во фронтовой госпиталь. Здесь хирурги забыли, когда спали, столько у них работы. Я лежу на соломе во дворе, жду очереди на операцию, а состояние мое крайне тяжелое. Приехали командир полка Ануфриенко и начальник политотдела дивизии Крыловецкий. Обратились к начальнику госпиталя, попросили его сделать мне операцию вне очереди. Часа через три меня оперировали. Из моего тела было изъято много осколков. Один из осколков пробил брюшную полость и зацепил кишечник. Через неделю меня из фронтового госпиталя перевезли на санитарном самолете в армейский авиагоспиталь. Мои боевые друзья продолжают боевые действия. После ожесточенных боев войска 2-го и 3-го украинских фронтов завершили разгром Будапештской группировки. Прорвав оборону противника между Секеш-Фехерваром и Эстергомом они развернули успешное наступление на Венском направлении. Третий украинский фронт левым крылом двигался на Вену, а второй на Брно. Наш полк в этот сложный по характеру выполнение задач период совместно с Илами штурмует узлы сопротивления, сопровождает бомбардировщиков в район Комарно-Братислава, прикрывает свои войска от налетов вражеской авиации. Правда, ее активность на нашем участке заметно снизилась, летчики порой выходили на свободную охоту. Маршрут выбирали, как правило, вдоль дорог. Если в процессе охоты не встречали вражескую авиацию, то штурмовали скопление войск противника. По всему было видно, что вражеские силы как наземные, так и воздушные истощены. 4 апреля 1945 года последний гитлеровец был вышвырнут за пределы Венгрии. Над страной взвелось знамя свободы. Последнюю свою ставку гитлеровцы делали на оборонительные рубежи вдоль восточной границы Австрии. Но и здесь им было не удержаться. Советские войска решительным натиском преодолевали сопротивление фашистов и уже 5 апреля вышли на подступы к Вене. Первый аэродром нашего полка на территории Австрии. 14 апреля войска 3-го Украинского фронта штурмом взяли Вену. Война совсем уже подходила к концу. Сообщения одно радостнее другого поступали об успешном развитии берлинской операции войсками 1-го и 2-го белорусских и 1-го украинского фронтов. Приближается 1-е мая 1945-го года. Весна Победа долгожданный добытый в невероятных трудностях ожесточенных боях. Идет штурм Берлина. Все ждут с нетерпением его падения. В начале мая полк перебазируется в Фешелиндорф восточные Вены. Это населенный пункт прямо на берегу Дуная, возле которого расположился обычно оборудованный аэродром. Летчики полка по заданию командования вылетали на боевые задания. В воздухе спокойно. Вражеская авиация практически прекратила свои боевые действия. Отдельные бои ведут наши моноземные войска с разрозненными группами. Война подходила к своему финишу. День Великой Победы В конце апреля, находясь в армейском авиагоспитале на излечении, я получил письмо из своего родного полка. Написал его заместитель командира полка по политической части майор Резников. Он сообщил «Дорогой Михаил Дмитриевич, из вышестоящего штаба нам сообщили, что состояние здоровья у вас удовлетворительное. Мы рады за тебя, что с выздоровлением у тебя идет хорошо. Дальнейшее лечение можно продолжать эмбурлаторно, находясь в полку рядом с боевыми друзьями. Поэтому командование полка ходатувствует перед командиром дивизии, направит санитарный самолет в город Сигет и доставит тебя в часть. 30 апреля в мою палату зашел начальник госпиталя и сказал «Михаил Дмитриевич, за вами прилетел самолет, можете получить обмундирование, мы вас выписываем, собирайтесь и в добрый путь». Быстро переоделся, получил документы, поблагодарил лечащих врачей и сестер за хороший уход и внимание, отправился в санитарной машине на аэродром, где меня ждал летчик самолета по два. Получив разрешение на вылет, мы взяли курс на Секеш-Фехер-Вар, где произвели посадку для дозаправки горючим. Быстро заправили самолет, получив разрешение на вылет. В этот же день, часов 15, мы вылетели в направление аэродрома Фиша-Медцорф, где базировался мой родной полк. В воздухе незначительная болтанка, высота полета 50-60 метров, я внимательно смотрю за землей. Внизу под нами зеленые луга, цветут сады, даже не верится, что так тихо и спокойно, а ведь месяц назад здесь шли ожесточенные сражения на земле и воздухе. С высоты полета хорошо видно, что по дорогам лежала разбитая вражеская техника, танки, автомашины, пушки. В 18-19 часов мы произвели посадку на аэродроме, где базировался наш полк. Зарулив на стоянку, выключив мотор, вылез из кабины самолета и сразу попал в объятие своих боевых друзей. Радости моей не было предела. Полтора месяца находился на излечении, за это время в полку произошли некоторые изменения. Новостей было много приятных и горестных. Первое, что сообщил мне мой друг Леня Капустянский о Дмитрии Кравцове. Три дня назад Митю доставили на санитарном самолете из фронтового госпиталя. Сейчас он пошел в санчасть на перевязку. Минут через 30 он придет в штаб полка. Встретились мы с ним по-братски. Он рассказывал, как его сбили в том же бою, когда мы четверкой отбивали фокеров от штурмовиков. Ранение у него оказалось серьезное, повреждена левая рука и нижняя челюсть. Летать он больше не мог. От своих боевых друзей я узнал, что 15 апреля распрощался с полком, уехал к новому месту службы наш командир полка Григорий Денисович Ануфриенко. Оживленная беседа продолжалась. Никто из нас не заметил, как за окном сгустились сумерки и настал вечер. Наступил крах фашистской Германии. Красная армия вышла на Эльбу. Берлога нацистского зверя Берлин был уже в руках советских войск. И вот перед рассветом 9 мая 1945 года повсюду началась беспрестанная стрельба. Ночи зарилась фейерверками разноцветных ракет. Спросонья не понять, что к чему, что за пальба. Может, на аэродром налетела вражеская авиация, а может, в расположении части ворвалась какая-нибудь бродячая группа немцев. Наконец мы узнали, что это своеобразный салют в честь окончания войны, неизвестный кем начатый, и, разряжая обоймы личного оружия, побежали, как по тревоге на аэродром, к командовому пункту полка. Здесь состоялся никем не запланированный митинг, короткий, наполненный ликованием, счастьем, опьяняющей радостью наступающего мира. Поздравления, рукопожатия, объятия. У большинства на глазах слезы великого торжества. Мы победили. Никто их не стыдился, не смахивал украткой, оглядываясь по сторонам. Сплошной праздничный гул, восторженные разговоры, веселые песни не смолкали ни на минуту. И так целый день победа. Каждый из нас тогда еще раз мысленно прошел своей дорогой войны, еще раз пережил, что было, помня, что она уже пришла, без стука в дверь, без громких словопрений, но такая желанная и необходимая. Партии и правительство высоко оценили заслуги полка, наградив его тремя орденами за форсирование Днестра, полк получил наименование Нижеднестровский, после этого он именуется 31-й истребительный краснознаменный Нижнеднестровский, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, авиационный полк. В ходе войны были награждены орденами и медалями многие наши летчики, техники, авиационные специалисты, работники штаба. Девяти летчикам полка присвоено высшее звание Родины, Героя Советского Союза. Анафриенко, Краснову, Горбунову, Кравцову, Якубовскому, Смирнову, Кирилюку, Цикину. Скомарохов, звание Героя, удостоен дважды. Наступила мирная жизнь. Сейчас, когда я прихожу в музей Советской Армии, где хранится знамя 31-го истребительного авиационного полка, у меня появляется необычайное чувство, словно и нет тех 42-х лет, прошедших после войны. Это кумачевое полотнище целовали перед боем мои фронтовые друзья, ныне здравствующие, умершие от фронтовых ран, уже после победы и те, кто упал на полях сражений. Глядя на него, я, кажется, воочию вижу своих боевых товарищей однополчан. Вот они, колено преклонившие перед святыней части. Мартыненко, спокойный, уравновешенный, дерзкий в бою. Леша Казаков, смелый, не знающий страха в бою, спокойный и добрый на земле. Николай Горбунов, неудержимый, горячий в сватке с врагом и чуть флегматичный на земле. Дальше, смелый и настойчивый в бою, беспощадный к врагам, добрый и отзывчивый к друзьям Краснов. Светлая улыбка, добродушный на земле и воздухе Дударев, сдержанный и полной печали встает деревнин. Простые, открытые лица Филиппова, Панкова, Калинина. А дальше, тысячи, сотни тысяч пожилых и совсем юных, чистых и светлых, как утренние роса, лиц, образов тех, кто не дожил, недолюбил, уйдя в вечность. Они погибли за родину, за нас, живущих под мирным небом. Вы слушали воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Цикина Михаила Дмитриевича. Конец. Читал Олег Лобанов. Музыка. Продолжение следует...